всем привет с вами канал живая русская баня меня зовут владимир ефремов и давно я так видео на не начинал последнее время что-то все здорово как дела там привет надо же вспомнить как меня зовут владимир ефремов вдруг кто забыл или как денис полуэктов у него уже фирмена дарова пацаны все по чесноку вот по чесноку я наконец-то из и steam поймал на экстенде днем здесь снимать невозможно музыка биться 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 утром народ не сразу сюда подползает по чесноку так сказать подползает это есть такой хэштег зож а есть зож и ждешь компания из и steam я как обычно снимаю обзор на их площадке на банифесте и у них печи как называются геленджик сочи что там еще есть она она по в общем они изменять традиции не стали но все-таки немного отошли от названия городов сделали новую печку южная ну она по сочи логически южная южная премиум кстати сразу вам скажу в россии проблема со змеевиком проблема его прям либо его нету либо он хреновенького качества и опять же по чесноку сказать производители начали делать из остатков что у них оставалось но это не означает что взяли там какое-то оно и из него сделали материал стоит дешевле но работа стоит дороже меня вот кусает зараза грубо говоря если взять большой слеп камня ну его надо вот так вот со всех сторон обработать а если взять вот такие вот маленькие полосочки они такие же толстые как и большой слеп камня вот такие вот полосочки то представляете сколько здесь работы чтобы вот эти вот все полосочки обработать чтобы у них сделать запилы для крепления материал стоит дешевле но работа стоит дороже а принцип получается один и тот же но и смотрится кстати так зачетненько мне очень понравилось я еще смотрел сборку когда они здесь собирали а можно вот так вот показать вот смотрите они сделали крепление на основной металлический каркас здесь как я их называю вот эти вот шампура кто хочет шашлык пожарить можно их отсюда кстати сразу достать и вот про то что я говорю видите каждый камушек нужно еще подточить по под эти шампура еще чтобы камешки не лопнули чтобы их отшлифовать чтобы у них фасочки снять в общем печка южная по мне мне сейчас специалист подскажет я про нее мало чего знаю чем она отличается от других печей тоже мало знаю ну так вот по внешнему виду вот здесь вот открытая каменка такая для арома здесь можно камушки какие-нибудь красивые заложить здесь как обычно у них все красивенько из нержавейки подача во внутреннюю каменку там идет пушка распределения воды внутренняя каменка полностью из нержавейки и нержавейка такая толстая у них здесь образцы есть два миллиметра три миллиметра 468 сейчас он нам расскажет где здесь какая нержавейка есть вот такая вот вороночка чтобы даже вот эту вот крышку не открывать уж она все-таки все равно нагревается надо ее варежки брать можно вот сюда вот поддавать по облицовке я вам уже сказал мордочка шикарная ну в этом они прям вообще красавцы я на прошлом банифесте еще говорил что вот такую дверку можно сравнить с новым самсунгом не айфоном айфон отстой самсунг тема у меня просто самсунг и айфона не люблю внутри все сделано шамотным кирпичом полностью вся топка сделана шамотным кирпичом зольник а точнее решетка колосниковая здесь зольник ну вот единственное что мне не нравится то что зольник не лопаткой ну сейчас нам расскажут может быть там секрет какой то есть чтобы всю золу оттуда забирать лопатка все-таки сразу же до стенки раз и забрали здесь видите есть такая отбортовка на финише но она вставляется вот так вот увидите я вот так вот ставил пошел может быть она тоже как лопатка работает дверка вся на шнуре закрывается просто шикарнейше и огонь классно видно рассказывай нам чем эта печка отличается от остальных сочи геленджик что здесь необычного есть почему это другая то есть по внешнему виду все информация сама озвучена это новый кожух из ламелей именно собирается на металлическом каркасе по толщинам сама топка печи изготавливается из нержавеющей стали оси 430 цена 3 миллиметра это стопка печи каменка печи 4 миллиметра 4 миллиметра дамка каменка вот такая вот ну теперь по внутреннему устройству это такое самое значительное отличие это встроенный узел дожига дымовых газов вот это нет это система чистое стекло узел дожига дымовых газов у нас находится внутри печи а вижу подробно можно посмотреть его на разрезе вот то есть показан сам узел дожига дымовых газов расположен непосредственно под каменкой состоит из гребенок подачи вторичного воздуха и камеры дожига дымовых газов гребенки подачи вторичного воздуха забирают воздух с со стороны топки проходят по специальным каналам подогревается идут на гребенку дожига потом уже газы недогоревшие которые в топке смечиваются со вторичным воздухом попадают в камеры дожига дымовых газов конструкция камер устроен таким образом что дымовые газы раскаленные закручиваются спираль это у нас продлевает путь самой нагретой зоне плюс вторичный воздух и за счет чего вот это завихрение получается это особая конструкция камеры ну раскрывай секрет конкуренты все равно же увидят зрителям интересно будет то есть принципы примерно как труба примера как циклон в пылесосе работает примерно то же самое по стенам закручивать да 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 и вот благодаря насколько килограмм каменка южная 9 40 килограмм южная 16 60 килограмм южная 22 80 килограмм а здесь есть вот как вот других печах открытие либо так огонь и идет либо нет нет здесь уже здесь такого да нету но здесь все равно огонь уст и конструкция устроена так что основное идет задняя стенка прогревается но также есть да 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 но также есть и и прогрев боковых стенок с передней стенки максимально тепловая нагрузка снята но она все равно тоже прогревается камни но вы здесь вот нету огненных газов здесь незначительное количество потому что сама конструкция камеры дожго-дымых газов устроена так что спереди идут отбора пламя отбойники изготовлены из стали 4 миллиметра вам я его больнику съемных вот это вот какая это южная 16 а там южная 22 напарные то есть числовые значения это максимальный объем парной вот ребят смотрите печку топят ручка просто теплая ручка не горячая от стекла идет ну достаточно много тепла прям парное помещение будет припайник будет прогреваться вот я вот так вот руку держу и мне прямо прям хорошо вот так вот уже прям даже поджигает тепла сюда тоже будет много идти это получается это регулировка регулировка зольника прихода воздуха да у нас в самом деле из топочного помещения идет регулировка подачи воздуха как и на колосниковую решетку так и на гребенки подачи вторичного воздуха все это осуществляется одним регулятором я вот эти вот облицовки путаю талькохлорид талькомагнезит вот это чё это талькохлорид талькохлорид видите здесь сделано такими же прямоугольниками но они не горизонтально вертикально почему сказал не горизонтально вертикально у гефеста они горизонтально здесь они вертикально ну и там на змеевике вы тоже видели вертикально вот она открытая каменка сверху но через нее конвекция не идет здесь конвекция где же конвекция закрыта а вот снизу регулируется получается если мы снизу открыли тогда пошла если мы снизу закрыли ничего не приходит соответственно она приходит но уже не так интенсивно так вот это у нас внутренняя каменка я смотрю здесь жады и заложен это у нас воронка подачи здесь можно даже херакнуть но мы камеру запотяемся поэтому мы херакать не будем это конвектор соответственно экономайзер экономайзер умное видите слово конвектор а не экономайзер он сверху тоже регулируется конвекция регулируется трындец горячий горячий не буду его регулировать знаете проблемка какая вот только хлорида да только хлорид вот смотрите уже ковшом побили вот змеевик мне нравится больше вот так вот не бьется этот все-таки он мягче камень такая вот проблемка у него может быть ну можно подшлифовать чё ты нам еще интересное расскажешь а вот вот этот вот портал он у вас есть или вы не это индивидуальный под эту баню уже был собран портал также из только хлорида дымоход какой здесь стоит 120 они а чей вроде крафтовский а вот это вот косяк саморезами закрутили в сэндвич трубок косяк сказать нечего ребятам благодарность что рассказали про печку палец вверх и как обычно уральскую петюлечку такой ты дышь вот с легким паром мы вышли из живой русской бани примерно такая была демо-версия программы часовая вот очень равномерно вас погрели какие ощущения какие были образы может быть парной нам все очень понравилось было классно очень приятный пар он нас не напрягал контрастные вот эти вещи холод холод тепло до разговоры о бане они просто настраивают на хороший лад нам все очень понравилось супер на 5 баллов